Всем привет, друзья! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале ArtStyle. Очень интересный обзор на настоящий проектор, который действительно показывает фильмы, в котором есть интернет, в котором можно подключить и карту памяти, есть слот и, соответственно, мышку с клавиатурой. Ну, клавиатура тут не нужна, мышку. И, конечно же, просто USB-флешку. Кроме того, своя память, встроенная 8 гигабайт, свободно около 5. Android и проектор неплохо показывает, и все это за 119 долларов. Это очень-очень необычно. Продается он на данный момент только в китайском интернет-магазине banggood.com. Вот он. Стоит 119 долларов, никакого обмана, никакого подвоха. Приехал он ко мне просто по почте, в обычной. Реально просто на почте в огромном таком пакете принесли. Ну, не принесли, а я сам сходил на почту. Это удивительно. Давайте же посмотрим. На самом деле здесь косяки, конечно же, есть. Не бывает все так гладко. Я вам все расскажу, а потом его включу и покажу. Коробка. Коробка, притом, без каких-то особых ребер жесткости. Здорово, что он приехал целый. То есть, точнее, внутри вот такой вот пластик, такой вот мягкий материал, он его защищает. А сама коробка достаточно обычная. Ничего внутри нет, кроме кабелей. Да, инструкции даже нет. Коробка по пути развалилась, но не страшно. То есть, кабель это для подключения к телевизору, стандартный, тройной. То есть, он называется RCA-кабель. В комплекте также шел еще пульт. Без него никуда. Но на самом деле совсем никуда без мышки, потому что с помощью пульта управлять не очень удобно проектором. Мышка самое то. Желательно, конечно, обычная оптическая, чтобы можно было на диване, например, управлять. Сам название, как видим, ManiStack. Притом, я не знаю, они заключили какой-то эксклюзивный контракт с производителем, потому что на данный момент его нет даже на Алиэкспресс. Ради интереса хотел сравнить MP1, 1200 люминов. Этот проектор сделан, конечно же, достаточно просто. То есть, здесь совершенно простейшая пластмасса. Качество сборки придираться, в принципе, не буду, но смотрите сами. Все так, ну, не как игрушка. Ну, все очень и очень просто. Слава богу, никаких зазоров, каких-то заусенцев нет. Собрано хорошо. Но ощущение, конечно, оставляет крайней, крайней простоты. Но еще раз повторю, то есть, заусенцев каких-то явных нет. Собрано неплохо. Китайцы, конечно, молодцы. Но, опять же, оставляет крайне такой простое впечатление. Но это все на самом деле не важно. Важно, как он работает и как он будет работать дальше. Насчет дальше не скажу. Я проектором буду пользоваться сам. Я на нем уже посмотрел пару фильмов. И знаете, это отдых для глаз просто. Могу сказать, что 1200 люминов, которые здесь есть, и разрешение оригинальное, если посмотреть, оно 854 на 480. Но, конечно же, фильмы он интерполирует, как я понимаю, растягивает до Full HD. Если мы посмотрим характеристики, то вот они для тех, кому интересно. Слабенький процессор. Ну, тянет, кстати, без проблем. С YouTube проблемы, ошибку выдает. Ну, ладно, уж не будем придираться за 120 долларов. Фильмы показывает, и на том спасибо. В интернет выходит, программы скачивают, Play Market есть, во всю удалось войти. Контрастность 1000 к 1, разрешение родное такое, высокое разрешение 1080, форматы и так далее. Все есть. Есть пульт, все-все-все, что нужно нам. Самое главное, картинку. Можно получить картинку приблизительно где-то метра полтора, в зависимости от того, как вы далеко от источника, не от источника, а от экрана, либо от стены, либо от потолка поставите проектор. На самом деле, мне удобнее всего смотреть, может быть, вы удивитесь, но реально смотреть на потолке. Смотрите, на расстоянии, соответственно, 2,5 метра можно получить картинку 99 дюймов. Это много. Дюйм это 2,56. То есть, 2,5 метра на расстоянии, то есть, получить можно. Это круто. И я, действительно, даже большее расстояние до потолка, метр, наверное, ну, сколько там, обычный потолок московской квартиры. Картинка получилась большая. Я посмотрел, собственно, фильм Плазентвиль, в черно-белом основной. Посмотрел Хайзенберга, одну серию, в данном случае, там, третий сезон, во все тяжкие. И знаете, может быть, черный цвет не столь и хорош в полной темноте, но он не сильно рыхлый. И вот реально смотреть можно. Знаете, каких-то проблем явных нет. Единственное, шумит дико. Просто шумит, как будто локомотив рядом едет. Здесь вентилятор. И вентилятор работает очень мощно. Поэтому без наушников вам нужно привыкнуть, как привыкают. Знаете, люди иногда живут около железной дороги или около аэропортов или трасса. И вот окна у них выходят. И там что ни делает, и этот шум всегда с тобой. Вот здесь вот то же самое. Либо привыкать, либо одевать наушники. Я одевал наушники и смотрел на потолке. С пульта есть очень удобные настройки. Переворачивать картинку, соответственно, зеркалить ее, разворачивать, если вам это нужно. Ну и, конечно же, настройка фокусного расстояния. Вот она регулируется, опять же. Все еще раз скажу, просто, но работает. По большому счету, сейчас вы увидите, как он показывает. Я, ну, сейчас день, как видите, но я в полутьме покажу. Даже при солнечном свете вот так вот пользоваться можно. Картинка, конечно, лучше всего смотреть ее в темноте. Самое главное, если такой некий итог, подводить, то он работает. Это смешно звучит, но он реально работает и за свои 120 долларов отрабатывает каждый цент. Явных косяков нет. Картинка нормальная, живая. Есть настройки и цветовой температуры, и контраста, и так далее. Настройок достаточно много. Они все с пульта доступны, либо через меню. Это удивительно за эти деньги. Минусы. По большому счету, если не брать в расчет то, что лично мне фирма неизвестная, и брать, не брать, каждый решит для себя сам. Рискнуть, как он себя поведет дальше, какой ресурс у него. Ну, там порядка 90 тысяч часов, 20 тысяч часов должен проработать. Это, в принципе, стандартно для проекторов. Это много. На много лет, по идее, его хватит. Так вот, единственный, по большому счету, минус – это его шум. Он действительно очень шумный. Ну, сейчас вы все увидите сами. В общем-то, по проектору я вам все рассказал. По элементам управления покажу. То есть, есть выход HDMI, есть два стандартных USB разъема. В один мышку, в другой, например, флешку. Замечательно. Еще и поддержка карт памяти, аудио, видео – это понятно. Тюльпанчики подключаем. И наушники. Наушники немножко наводки есть. Шум небольшой, но это на небольшой громкости, и можно внимания не обращать, простить за его цену. То есть, наводки от проектора идут. Может быть, блок питания рядом. Ну, есть немножко. Также это я от вас не скрываю. Это для инфракрасного борта, соответственно. Пульт работает только, когда в проектор вот сюда вот направляете. И, в общем-то, все. Вентилятор здесь. Выход здесь еще. И добавить больше нечего. Здесь блок питания стандартный 220. И вентилятор, судя по всему, здесь выход. Вот так на кровать положить можно, на диван. И направить вверх. Луч проектор. И смотреть фильмы. Именно так я и делаю. Просто чувствую себя офигенно. Вот поверьте мне, знаете, все-таки для глаз проектор лучше. Просто раньше они были действительно. И сейчас они очень дорогие. Китайцы же предлагают за 120 долларов нам погрузиться. Просто приятность для глаз. Кто ни разу не верит. Хотя в кино-то, наверное, большинство, наверное, все ходили хоть раз в жизни-то. Вот здесь то же самое. То есть, проектор. Вам нужен либо белый потолок, либо в идеале экран, либо белая стена. Я на потолке смотрю. Но в целом, вот, глаза, конечно, не устают. И очень сложно описать. Ты смотришь, ты наслаждаешься. Вот. Ну, давайте посмотрим картинку. Ну, чтобы вам осознать масштабы, смотрите, то есть, это дверь стандартная. И вот такой вот огромный-огромный на вот люстра. Я нашел место просто единственное, где сейчас нет света. Потому что вот там кухня, где я снимаю. Вот засветка большая идет. И смотрите, какой огромный-огромный экран на весь потолок. Он реально даже больше, наверное, где-то около двух метров. И вот смотрите, насколько... Я сейчас вот подойду, покажу. Смартфон. Снимаю я на смартфон Xiaomi Mi 5S. Вот отсюда проще, наверное. Смотрите, еще обновление идет. Здесь же, разумеется, есть Wi-Fi. И Wi-Fi я подключил. Но это просто... Это просто чудо. За 120 баксов и шум. Вы слышите его сами. Прислушайтесь. Шумит. Яркость я сейчас поставил почти ближе к максимальной. Небольшой запас оставил. Контраст где-то на середине. И могу сказать, вот обновление, наверное, мешает подвис. А не, не подвис. Это не... Ну-ка, посмотрим. Я говорю, я на нем смотрел без проблем. Единственное, картинку можно отзеркалить. Я сейчас покажу, покажу вам. Это вообще тяжкие. Вот. Ну, меня восторг переполняет. Я очень сильно удивлен тому. Еще раз скажу, все плюсы и минусы. Шумный. Но если одеть наушники, динамики в нем есть. Динамики слабенькие. Но есть. Но смотреть и наслаждаться фильмом, это бесценно. Знаете? Реально, ребят, это просто бесценно. Вот за 120 баксов. Я никого не уговариваю. Редко себе позволяю говорить, брать, не брать. Мне не платят деньги за то, чтобы я это что-то рекламировал. Просто китайцы присылают свои товары. Что-то я сам покупаю. Но это чудо. Это реально чудо за такие деньги. Ладно, сейчас тогда менюшку вам еще покажу. А так решайте сами. Вообще. Вообще. Единственное, еще скажу. Реально, с пульта неудобно управлять. Мышкой только. Все-таки лучше всего мышку выделить для него. И YouTube, реально, у меня он не открывался. Просто-напросто. Просто и Antutu, например, тест также не скачал. Но Player, MX Player скачал. Да и какие-то игрушки сюда, по идее, можно подключить джойстик. Да и играть. Представляете вообще. Ладно, тогда сейчас менюшку покажу. Так. Ну что, покажу вам менюшку. Смотрите. То есть я через зеркало это зеркало снимаю. Проектор установил на такой, соответственно, штатив. У меня их несколько. Свет выключаем и смотрим. То есть вот его шум. Слышите. Но нам нужно сюда смотреть, на экран. И что мы видим? Такая вот менюшка. Соответственно, мне удобнее всего файловый менеджер. Потому что здесь есть кнопки быстрого доступа. Красная, как видим. Зеленая, желтая. Желтая. В данном случае это у нас файловый менеджер. Мне так привычно. Я просто вижу все, что здесь есть. И мгновенно доступ получаю к фильмам, к музыке, к фотографиям и так далее. YouTube. Можно сюда виджет какой-то внизу добавить. Сстроенных программ достаточно много. Если мы зайдем в настройки. То есть вот Google Play. Я вчера подключился, разумеется, через Wi-Fi. Как я говорил, скачивал что-то. То все настройки есть. Это все у нас доступно из пульта. Горизонтальный поворот. Если на потолок, например, повесим и так далее. Наверное, добавить мне больше нечего. Отмечу еще мелочь небольшую. То, что в комплекте крышка объектива идет. Если проектор мы перевозим, например. Что еще? Да, наверное, все. По большому счету. Смотрите, красная кнопка на пульте. Либо здесь она отвечает за установленные приложения. То есть я скачал галерею. Не галерею. Я скачал вот такой вот CPU-Z. Это программку для показа того, какой процессор. Но процессор тут слабенький. Какой-то MediaTek. Потому что, видите, просто подвисает. Поэтому просто Antutu не работает. Какая-то вообще разновидность какого-то. Наверняка, откровенно говоря, какого-то шлакового процессора, скорее всего, поставили. Не видно, но он 1 ГГц, 4 ядра. Но не столь важно. Самое главное, с своими задачами. То есть показывать фильмы. А именно для этого он нам нужен. И при желании даже что-то скачать из Google Play нам хватит. Повторюсь, памяти здесь свободно около 5 ГБ. Плюс флешка, плюс карта памяти. Что вам удобнее. Конечно же. И ГБ оперативной памяти для тех, кому это важно. Ну, еще раз. Мне сложно держать свое восхищение этим проектором за 120 долларов. Это просто, просто браво. Ладно. Надеюсь, вам этот обзор поможет. Если кто-то хочет, ну, решайте сами. Вот. И трапециевидный. Вот видите, вот так вот. Это для потолка удобно. Вот оно делается на проекторе. Ладно. Будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков. С уважением ко всем. Давид. Счастливо. Картинка и правда чудо просто. Редактор субтитров А.Семкин